Знакомьтесь с самой большой группой жителей греческого острова Самотраки домашними козами. Правда, не все здесь домашние. Некоторые уже полудикие, свободно гуляют и размножаются. Этот отдалённый уголок нетронутой природы пока находится вдали от туристических маршрутов. Однако живописные пейзажи острова под угрозой. Козы, которых здесь в 12 раз больше, чем людей, выедают всю растительность. Из-за чего кое-где местность теперь больше походит на поверхность Марса. Поскольку животные съедают весь кустарник, остров стал поглощать эрозия. Во время дождей здесь бывают масштабные оползни. «Нет больших деревьев, которые удерживали бы почву. Это большая проблема не только с финансовой точки зрения. Грязь, в буквальном смысле слова, может сойти нам на головы». В настоящее время на Самотраке обитает около 50 тысяч коз. Большинство животных сильно истощено, поскольку еды всё меньше. Частично в росте козьих стад обвиняют программу субсидий ЕС. «Субсидии выделяли в зависимости от количества животных. Чем больше животных, тем больше давали денег». Когда же субсидии прекратились, у фермеров начались трудности. Им нечем кормить животных, поскольку их прибыль не покрывает расходов. Теперь же фермеры объединяются, чтобы исправить ситуацию. Они хотят сделать свой остров знаменитым благодаря шерсти и другим товарам, которые дают козы. Здесь разрабатывают разные проекты, включая создание приложения для управления стадами. Также на острове создали кооператив, который объединяет ресурсы и продвигает местную продукцию.